Привет, ребят! В Китае проживают около полутора миллионов этнических казахов, многие из них живут кочевой жизнью. И вот на днях посмотрел ролик китайского путешественника, который прожил два дня в семье китайских казахов. Видео оказалось очень интересным, поэтому предлагаю вам его посмотреть с переводом на русский язык. Приятного просмотра! Привет, друзья! Я путешествую по Синцзяне уже четвертый день, очень хочу найти китайских казахов, кочевников, но, к сожалению, пока никого не нашел. И все-таки я встретил кочевников, говорят, видели, как я с утра шел, и вот на пути домой решили подобрать меня. И пригласили меня к себе в гости, представляете? А это мои дети. Два сына? Да. А я три года назад тоже в Синцзянь приезжал. В 2017-м? Да, вот в районе Ильи, вот там путешествовал. Ну, понятно. Ну, давай обедать уже будем. Ну, смотри, масло сливочное, сливки, курты. Лепешка. Ой, как вкусно все выглядит. Ой, еще есть чай. Ммм, вкуснятина. Спасибо, спасибо. Ну как? Ну, интересный вкус, конечно, я такого не пробовал. А вот эта вот заварка, она откуда? Из внутренней Монголии. Вот, ребят, первый раз вообще кушаю лошадиное такое мясо. Ну как, как на вкус? На вкус чем-то напоминает говядину. После обеда начинают они вот готовить кумыс, заливают молоко в такой большой таз, колят дрова, потихоньку разогревают молоко. Ну что, давайте попробуем кумыса. По вкусу, как обычное коровье молоко. Это лошадиное молоко. А, так это вкус лошадиного молока. Еще не до конца приготовилось, пока кисленький вкус не очень так ощущается. Вот такой вот прозрачный напиток. Ну, вот так вот его и готовят. Выпаривают долгое время из лошадиного молока кумыс. А сейчас у нас настало время ужина. Ой, тут упал кусочек. На ужин у нас лапша с овощами и мясом. Сейчас второй день, как я в гостях у казахов. Сегодня вместе с ними поеду ловить овечку. Они хотят угостить меня шашлыками из свежего мяса. Очень казахи гостеприимные. Мы знакомы всего полдня, а они уже относятся ко мне как к хорошему другу. Это вот там ваши овцы пасутся? Да, наши, наши. Смотрите, как много овец. И сейчас будут ловить овечку. Ну вот, наконец-то поймали одну. Бегали за ней столько времени. Жесть просто. Смотри, какая упитанная. Хороший шашлык получится, да. Вот, смотри, сейчас научу тебя, как шашлыки делать. Берешь кусок и насаживаешь. Вот, видишь, в серединку так продеваешь. Вот, на, давай. У-у-у, какой аромат. Вкусно пахнет, вкусно. Хороший шашлык. Продолжение следует. ну все шашлыков поели мне пора идти дальше попрощались с казахами замечательные конечно люди и места тоже замечательные очень буду по ним скучать надо будет обязательно приехать сюда еще раз подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и до встречи в следующих видео всем пока а